На этих фотографиях дети блокадного Ленинграда. Их привезли в военный Куйбышев. Жители запасной столицы не смогли остаться в стороне. Детей отмыли, накормили и отправили в специальные учреждения и санаторий. Во Дворце ветеранов открылась выставка, посвященная памяти жителей блокадного Ленинграда. Читая эти воспоминания, читая слова бывших детей, которые сейчас стали взрослыми, но сохранили эти эмоции, ну, честно говоря, иногда вот мурашки по спине. Вот, понимаете, вот это чувство вины за то, что ты живой, а твои братишки-сестренки, мама, папа остались там в блокадном Ленинграде. И вот эти эмоции, они, конечно, содержатся только вот в таких воспоминаниях. Дети прибыли в сложном состоянии. У многих были проблемы с нервной системой, но врачам и педагогам удалось совершить невозможное. Юные ленинградцы пошли на поправку и быстро окрепли. Многие из них остались жить в Куйбышеве. Сейчас в Самаре проживает около ста ленинградцев. Это рассказы детей о том, как мама привела домой собачку, наутро появились котлетки, или монологи о том, как съела кусочек сахара, а на следующий день младший братик умирает от голода. Это страшные события, которые происходили с реальными людьми. И то, что Куйбышев военный спас этих людей, вырастил как своих детей, и эти люди здесь и сейчас встречаются с нами, приходят к нам на мероприятие. Это просто невообразимо фантастично. Я очень благодарна вообще жизни, работе с этими людьми. Вместе с выставкой я вам принес привет от тех ребят. Дворец ветеранов организовал всероссийскую акцию «Блокадный хлеб». В день ребенок мог съесть вот такой кусочек хлеба. Весил он 400 граммов. Акция и выставка – это напоминание о мужестве и стойкости ленинградцев. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.